Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, прошло сегодня в Кашхабльском районе. В актовом зале межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский собрался личный состав, за исключением тех, кто в это время нес службу. 10 ноября вся страна празднует день сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Праздник мужественных людей, стоящих на защите правопорядка. Как бы сегодня ни менялось российское законодательство, как бы ни называли солдат правопорядка, они всегда остаются востребованными, ответственными и грамотными сотрудниками, которые ради стойкости и благополучия граждан жертвуют своим личным временем и днем и ночью готовы прийти на помощь, не щадя своего здоровья, а по час и жизни. Успех любого дела держится прежде всего на профессионализме людей. Но в нашей профессии этого недостаточно. Чтобы служить в органах внутренних дел, непременно нужно иметь мужество, выдержку, принципиальность, чувство долга и огромную ответственность за жизнь других людей. История сегодняшнего праздника берет свое начало в 1715 году. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией, что в переводе с греческого означает управление государством. Долгие годы и государственная структура этот праздник носили название «Милиция». После вступления в закон о полиции и указа президента Российской Федерации от 13 октября 2011 года, номер 1348, праздник стал называться «День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, объявляю открытым. Начальник межмуниципального отдела МВД Михаил Тарановский поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и выразил уверенность, что личный состав отдела с честью будет нести свою службу, результативно выполнять поставленные задачи, обеспечивая гражданам района возможность безопасно жить и трудиться. Поздравляю вас с профессиональным праздником, в нем сотрудника органов внутренних дел. Сотрудники органов внутренних дел во все времена стояли на защите прав и свободы граждан, обеспечивая возможность спокойно жить и работать. Это праздник тех, кто противостоит преступности, кто обеспечит безопасность на улицах республики, кто первым приходит на помощь попавшим в беду. Труд сотрудника круглосуточный. И в свой профессиональный праздник многие из нас находятся на боевом посту. Ежедневная работа сотрудников полиции связана с риском и ответственностью. Вы ведете войну с криминальным миром, выполняете задания. Я выражаю слова глубокой благодарности и признательности вашим близким, вашим женам, вашим детям, вашим родителям, которые хранят тепло домашнего человека, разделяют успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут вас со службы. От всей души желаю успехов, здоровья, семейного благополучия. Все, что, скажем так, мы, как руководство отдела, видят, как вы работаете. Если честно, я вас благодарю за весь тот вклад, который вы ежедневно своей кропотливой работой вносите. Поэтому желаю вам счастья, здоровья, удачи, ну и всего, всего, что только можем. А мы все, что можем, со своей стороны всегда будут вас поддерживать. Спасибо большое. Далее, со словами пожеланий, к стражам правопорядка обратился председатель Совета ветеранов межмуниципального отдела Нурби Баруков. Мне так приятно сегодня быть вместе с вами, в этот день, в день профессионального праздника нашего. С Днем органов внутренних лет. Мне так хотелось сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Днем органов внутренних праздников, вспомнить тех ветеранов, которых сегодня с нами нет. Но они внесли огромную лепту в развитие, создание нашего отдела Кашхабского РОВД. Это замечательные люди, профессионалы своего отдела были. Это Казиев Георгий Ширтукович, это Карданова Марби Исуфович, это Кобля Вячеслава Махмудович, это Кидохоев Шамсудильна Асланизович, бывший начальник отдела Кашхабского. И много, это Мамиша Ким Янусович. А сегодня ветераны, которые с нами находятся, заселив Слава Ромазановича. Совсем недавно мы проводили последний путь Шигушева, Жорбия Касимовича. У нас еще есть ветераны, которые с нами еще работают, помогают ветеранскому движению. Кемичев Нурбит Курбевич, подполковник милиции в отставке. Много ребят Шаргеновского района. Это Тхугов Юрий Альвич, 16 ноября ему исполняется 87 лет. Ашхамахов Нальбей Татлистанович, Тхугов Хазрет Татлистанович. Много наших ребят и по Шаргеновскому району, которыми мы вместе работали в этом отделе. И приносили, естественно, хорошие результаты. С 36-го года существует наш отдел. И с момента создания отдела, наш отдел всегда среди ОВД области тогда, ныне Министерство внутренних дел Республики Адгея, занимает передовые позиции. Сегодня мне действительно приятно. Я позавчера на торжественном блоке. Министр внутренних дел Республики Адгея просил поздравить всех ветеранов и личный состав отдела полиции Кашхабовского. И лично от себя и от ветеранов хочу вас сегодня поздравить профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, отличных успехов в службе и семейного благополучия. Удачи вам, ребята! Завершилось мероприятие чествованием сотрудников органов внутренних дел, медалями, благодарственными письмами и почетными грамотами за образцовое выполнение своих должностных обязанностей. Сотрудники и работники МВД по Республике Адгея, а также по МВД России Кашхабовск в 2022 году добросовестно выполняют возложенные на них обязанности, проявляя при этом профессионалист трудоспособность, на деле доказывают верность присяге и закона. На основании вышеизложенного и руководствуясь приказом МВД по Республике Адгея, номер 900 по личному составу от 9 ноября 2022 года, медалью за отличие от службы первой степени награждается Аутлиус Алим Асланович, капитан полиции. Этим же приказом награждается Меритукова Тамила Ахмедовна. За добросовестное исполнение служебных обязанностей награждается за отличие от службы второй степени Агержаноков Азамат Мурбеевич. Также медалью за отличие от службы второй степени награждается Кучеренко Юлия Анатольевна. Этим же приказом за отличие от службы второй степени награждается Лидиома Татьяна Александровна. За добросовестное исполнение служебных обязанностей достигшие результаты за отличие от службы третьей степени награждается АйТеков Рустам Рамазанович. АПЛОДИСМЕНТЫ Этим же приказом награждается Меритуков Рустам Муратович. АПЛОДИСМЕНТЫ За добросовестное исполнение обязанностей награждается Майор Полиции Кедокоев Аслан Мусович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И также хочется отметить тот вклад, который вносит председатель Совета ветеранов нашего отдела Бароков Нурбей Масхудович, который долгие годы возглавляет как Общественный Совет, так и нашу ветеранскую организацию. Хочется поздравить его. И также он награждается медалью, подписанной генерал армии Швыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Приказом министра внутренних дел по Республике Адыгея награждается за добросовестное исполнение служебных обязанностей почетной грамотой МВД по Республике Адыгея Взасержев Заур Славович, начальник отделения правоохранительных обязанностей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В этом же приказом награждается капитан полиции Барокова Россия Тональдина, операуполномоченный на правообеду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приказом начальника межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский награждается подполковник юстиции Газенко Яков Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Этим же приказом награждается майор полиции Акулов Сергей Николаевич Этим же приказом награждается старший лейтенант юстиции Турков Касим Бесланович Этим же приказом награждается старший лейтенант внутренней службы Засежий Вайдамир Русланович, специалист по вооружению Также награждается прапорщик внутренней службы Коротких Илья Юрьевич, старшина группы обеспечения обслуживания АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Буржу Российской Федерации АПЛОДИСМЕНТЫ Также приказом награждается за исполнение должностных обязанностей Свистунова Галина Петровна и Росконсульт 1-й категории. Этим приказом награждается Ашхамаха Оксана Рамазановна, бухгалтер 1-й категории. Также за добросовестное исполнение служебных обязанностей награждается Шорова Зарета Аслановна, инспектор-специалистов Великого Рокомендации. Также приказами были объявлены благодарность ряд сотрудников. Это Хакуринов, Афашагов, Вучев, Анзароков, Амир, также Жемухов, Хубсергенова Аминат Зуберовна, Хаткова Росета Нурбиевна. Ну и еще много-много. Поэтому всех еще раз поздравляем с праздником. Счастья, здоровья, успехов, всего-всего самого наилучшего.